В чемоданах отпускников таможники ищут темные пятна. То, что в закрытом багаже видится зеленым или черным, их интересует особо. Так на экранах отображается что-то плотное, стекло или металл. Почти двумстан туристам, отправляющимся из Воронежа в Анталию, после досмотра полезное чтило в самолет предлагается. Мы вам обречаем, когда память самолет отправится, какое количество спиртных напитков можно будет возить, выговорить и по приезду перескаться. По приезду перескаться. Семья Семеновых все это запоминала на своем опыте. В отпуск летают трижды в год. Рассказывают, то, что больше 100 миллилитров жидкости на борт не пронесешь, выучили пару раз лишившись воды. Терпеть неудобства ради безопасности говорят согласны. Еще вспоминают, как за границей в корзину отправился вполне безобидный предмет. Кроме урока тогда получили замечание. У ребенка в таможне в Греции отобрали игрушечный пистолет. Это было, конечно, оружие сказать нельзя, воду отбирали. А вот игрушки были, ну он был очень похож, естественно, настоящий. У нас были слезы. Мы понезнанию его взяли. По незнанию как раз из-за границы везут даже пальмы и оливковые деревья. Эту экзотику уже Россельхознадзор не пропускает. Так с января до Воронежских черноземов недобрались три десятка растений. В аэропорту не раз задерживали и тех же голубей нелегалов. Эти три десятка без вето свидетельств прилетели из Еревана в коробках от бананов. И тут же улетели обратно. Ближайшим рейсом их депортировали в Армению. Сонки пассажиров опустошает и Росавиация. Абсолютно законно. Но в январе брать жидкости в салон запретили вовсе. Дамы сдавали в багаж крема, тушь, карандаш. Впрочем, вот его-то как раз оставить в ручной кладе было можно. Зато абсолютно все другое содержимое косметичек провозить разрешали только в чемоданах. Возможности подкрасить губы в самолетах лишились из-за угрозы терактов. Ужесточение мер было связано с проведением Олимпиады и пары Олимпиады в Сочи. Как только они закончились, Росавиация снова дала добро. Со 2 апреля краситься в полете опять можно. Переложить в чемодан заставят аэрозоли и ту же жидкость для снятия лака из-за горючести. Таможники воронежских отпускников хвалят. Громких инцидентов говорят не было. Лишь раз внук вез награды деда без разрешения. Разобрались. Еще запомнил ферроритетный нож для частной коллекции. Сопровождался нужными бумагами. Документы спросят и у тех, кто летит из заграничных клиник. Когда люди возвращаются с лечения онкологических заболеваний, проходят улучшения в других странах. И у нас срабатывают установки на превышение уровня излучения радиации. Но это такой, к сожалению, печальный опыт. Были у нас такие случаи. Необходимо, когда возвращаются с таких мероприятий, иметь при себе документы, подтверждающие лечение подобным опытом. Сильно действующие медикаменты только с рецептом. На совершеннолетнего пассажира алкоголя не больше 3 литров и максимум 200 сигарет, то есть блок. На основные багажные правила тут поневоле обратишь внимание. Особенно, когда получишь памятку вот от такого, четвероногого таможенника. Евгения Соседковик, Перчеглов, Александр Рудик. Вести Воронеж.